Все, что связано со строительством военно-морской базы, 6-м флотом, об этом никто не говорит, хотя это одна из основных причин. Но все, что касается конфликтов в Сирии. Вчера в Сирию прибыли новые самолеты, это уже Сухой-34. То есть в Сирию все время Россия присылает все новые и новые виды самолетов для того, чтобы, судя по типам этих самолетов, дать воздушную поддержку войскам сирийской армии, воюющей в Сирии. И Су-34 это самолет первой линии, это фронтовой бомбардировщик, менее 100 таких есть в России. То есть если эти самолеты будут действовать в Сирии, значит на них будут действовать летчики первой линии российской военной авиации. Как это у Чехова, если ружье висит в первом акте, значит она стреляет? Нет, это не в первом, это не ружье, которое в первом акте. Они, самолеты, уже приземлились. Вот я об этом и говорю. И они уже начинают разведывательные полеты. И то, что сказал президент России, можно только слушать то, что он сказал. Он сказал, в наземных операциях мы участвовать не будем. Если он сказал, значит не будем. Начнем, наверное. То есть для наземных операций будут иранские войска, будет Хизбалла, будет сирийская армия. Но военно-воздушная поддержка будет российскими войсками, причем они хотят сделать это наилучшим образом. Иначе бы не посылали те самолеты, которые как раз для поддержки сухопутных операций. Начиная от штурмовиков, кончая самолетами Су-24, это довольно старые самолеты, и кончая самолетами первой линии. Их одна цель поддерживать и атаковать сухопутные цели. И вероятно.